Продолжает работу настроечных лучей луч Риба-6. Он синий, с голубоватым отливом. Очень оптимистичный, работает с удовольствием. Ему нравится то, что он делает. На энергетическом уровне он связан с чакрой Сахасрара. Активизирует ее свето-звукоцветовыми телами. Специализируется на очистке почек и выделительной системы. Он дезинфицирующий. Луч входит в голову и останавливается сначала в шишковидной железе, в центральной информационной клетке. В этой клетке находится голограммный образ человека, обвитый лентой ДНК. Когда луч входит в центральную информационную клетку, то она сначала излучает белый, а затем золотистый свет. И видно, что с образом человека происходит работа. Потом все ядро вспыхивает золотым светом, и от него информация распространяется на всю информационную клетку. А затем от этой клетки свет идет по информационному каналу сушумно в первородную клетку человека. И в ней тоже происходит энергоинформационная коррекция. Далее луч работает по органам. Он входит в ядро лидирующей клетки органа. В центре возникает знак зеро, и луч начинает ткать по этому знаку петельки восьмеркой. Благодаря этому в центре ядра образовывается новая жизнь. Работа идет и на планетарном уровне. Очень много цветов в космосе. Они перемешаны. Темно-синий, голубой, синий-зеленый и красный в смеси с оранжевым. Еще цвет зеленых оливок. Показывают планету, которая раньше была темная. Сейчас она восстанавливается и становится светлой. Она очень большая и глубоко дышит. До нее дотронуться хочется, чтобы немного успокоить. Когда к ней притрагиваешься, в ней чувства проявляются. И она имя свое называет. Фаэтон. Она освещается лучами, и при вращении луч ее всю покрывает. Очень много летающих астральных форм вокруг. Потом эти формы объединяются, собираются воедино и выстраивают новую жизнь планеты без войн и вражды. И все это отображается и в организме. Было много шума, грохота. А потом появились восьмерки и кленовый лист. И организм стал пульсировать в ритме стаката. И то, что было больным, нездоровым, в печени или в почках, разрушается, осыпается и структурно исчезает. После этого человек распрямляется, расправляет плечи и глубоко вдыхает. И чем яснее понимает человек причину чистки, тем активнее работает луч. При необходимости он поднимается на уровень глаз и прочищает их, то есть нормирует восприятие жизни. При работе он сам выбирает русло своего движения. Где завершается очищение, там возникает образ фонтана, который поднимается вверх и опять водопадом устремляется вниз, охватывая весь орган. Например, луч заходит в почки. И почки начинают сиять. Сначала он опускается по чакрам вниз. Он не чистит, выстраивает почки. Выстраивает как два озера чистейшей воды. Одновременно два цилиндра крутятся над почками. Потом в глазах работа начинается. Аромат чистой свежей воды ощущается в почках. Показывают клетку лидер, в которой буква Z. В ней быстро вращаются восьмерки. Потом они расширяются и вращаются вокруг почек. Затем почки объединила энергетическая восьмерка в виде знака бесконечности. Потом луч идет в промежность и вверх. Вертикальная восьмерка выстраивается. В области органов репродукции ощущаются вибрации, колыхание. Нормируется мочеполовая система. На чакру третьего глаза накладывается образ кленового листа. Идет информация, что это формула жизни. Потом распаковываются нейроны мозга. Над головой возникает световая пирамида. Она дает освещение соматического плана. Луч не может остановиться, пока не выстроит человека, как совершенный объект, выявляя в каждом его уникальность. Он обладает всей полнотой полномочий. У него обобщенный совершенный статус.